Добрый вечер! В украинской столице 21 час. О главных новостях прошедшего дня расскажут мои коллеги в студии Максим Малынов. И в начале выпуска коротко о главных темах. В след за Лондоном Украина, США и еще 17 европейских стран высылают российских дипломатов. Их 60 тысяч, они защищают страну на фронте и охраняют правопорядок от Донбасса до Закарпатья. Национальной гвардии Украины 4 года. Восьмиклассники научат чиновников, как навести порядок на столичных парковках. В Киеве прошел детский хакатон. Конкурс стартапов. Украина высылает российских дипломатов. Этот шаг – ответ на отравление спецслужбами Кремля бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Великобритании. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко. МИД уже вручил ноту с требованием к российским дипломатам покинуть Украину в ближайшее время. Солидарность с официальным Лондоном также выразили США, Канада и 17 стран Европы. А массовые высылки на родину более 130 российских агентов – далее в нашем сюжете. 13 российских дипломатов должны покинуть Украину. Это решение – ответ на химическую атаку в британском Солсбери. Президент Украины Петр Порошенко заявляет о нем одновременно с лидерами других стран. По российской агентуре в Европе и за Атлантикой был нанесен мощный удар. Уверен, что выдворение с территории Украины 13 российских дипломатов укрепит нашу безопасность, ослабит усилия пятой колонны по дестабилизации внутренней ситуации в Украине. Дипломатический конфликт между Великобританией и Российской Федерацией разгорелся в середине марта. После отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, официальный Лондон заявил о выдворении 23 российских дипломатов и прекращении контактов с Россией на высоком уровне. Премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, Скрипаля отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России. Выдворением дипломатам в Великобритании не ограничатся, считают эксперты. Речь идет даже о таких вещах, как, например, арест самолетов, например, аэрофлота или других российских компаний, на которых участники таких актов покушения могли прилетать на территорию Великобритании из России. Не говоря уже, конечно, о совершенно очевидных вещах, как арест имущества, выдворение членов семьи российской коррумпированной элиты, правительственной и неправительственной территории Великобритании, ареста счетов. В знак солидарности с Великобританией российских дипломатов высылают 17 европейских государств. В ближайшие дни и недели не исключены и дополнительные решения о выдворении. Мы по-прежнему критикуем действия российского правительства. Это решение касается и нашей безопасности, но также показывает нашу солидарность с Великобританией, нашим союзникам по НАТО, на которого напали, используя химическое оружие. У нас нет никаких иллюзий по поводу дальнейшей деградации политики России в отношении альянсов, членами которых мы являемся. Соединенные Штаты Америки заявили о высылке 60 дипломатов и закрытии консульства России в Сиэтле. О солидарности с Лондоном заявили и в Канаде. Всего в ближайшие дни домой должны вернуться более 130 представителей российских дипломатических миссий. Евгения Бурдан, Желла Лешко, Оксана Опрышко, ЮЭй-Ти-Ви. Решение Украины о высылке российских дипломатов – это не только акт солидарности с Западом, но и напоминание миру о российской агрессии в Украине. Об этом в эксклюзивном интервью ЮЭй-Ти-Ви заявил политический аналитик Антон Печенкин. Почему санкции вводит Запад? В первую очередь цель этой политики – ударить по окружению Путина и по российской элите, которая имеет имущество на Западе. В первую очередь, одной из главных таких точек – это Лондон и Великобритания. Многие из них дети живут и учатся на Западе. И цель этого – ударить именно по окружению Путина и заставить их засомневаться в правильности той политики, которую проводят Крема. Ну а полную версию интервью с политическим аналитиком Антоном Печенкиным смотрите в программе «Лицом к лицу» на ЮЭй-Ти-Ви сразу же после выпуска новостей. 20 раз с начала текущих суток российские оккупанты открывали огонь по позициям украинских военных. В результате обстрелов никто не пострадал. Об этом сообщают в штабе антитеррористической операции. Минометы 82-го калибра и гранатометы боевики применяли возле Авдеевки на Донецком. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали защитников Водянова. Также враг дважды применял крупнокалиберные пулеметы по защитникам Павлополя и Песков. А стрелковое оружие возле Марьинки, Широкино, Толоковки и Гнутова. На Луганском направлении под огонь из гранатометов из крупнокалиберных пулеметов дважды попали защитники Луганского. Кроме этого, из БМП и пулеметов противник обстрелял опорные пункты неподалеку от Новгородского. 212 национальных гвардейцев погибли и 794 получили ранения за время проведения антитеррористической операции на Донбассе. Национальная гвардия, одной из первых, встала на защиту Украины. Об этом на торжествах в честь четвертой годовщины ее создания заявил президент Петр Порошенко. Глава государства вручил бойцам награды за мужество и высокий профессионализм. Также ознакомился с системой подготовки личного состава, образцами военной техники и вооружения. Борьба за право жить в европейском государстве идет на всей территории Украины, отметил президент, выступая перед нацгвардейцами. Целый ряд событий последнего времени свидетельствует, что борьба настоящих патриотов Украины за право жить в суверенной, независимой, сильно демократической европейской стране идет на всей ее территории. От Донбасса, где осуществляется прямая иностранная агрессия против нашего государства, до Закарпатья, которая стала объектом атаки российских спецслужб, с целью осложнить отношения нашего государства с западными партнерами. Решение о восстановлении нацгвардии было принято в начале марта 2014 года, после аннексии России и Крыма. Тогда на верность родине присягнули добровольцы из самообороны Майдана. Кто они? Первые гвардейцы новейшей украинской истории. В сюжете Любови Задорожной. Во время революции достоинства Владимир Пастушок возглавлял сотню самообороны Волынская сечь. После кровавых событий в центре Киева встал в ряды добровольцев. Когда возникла потребность воссоздания национальной гвардии и добровольцах, на собрании сотников мы единогласно решили идти, чтобы дать понять, что смерти на Майдане нас не испугали. И 14 марта торжественно с Майдана мы пришли в этот учебный центр, и наша сотня стала взводом, а я его командиром. Нацгвардию Украины создали в 91-м году как самостоятельную силовую структуру. Расформировали ее в 2000-м. После оккупации Крыма Нацгвардию как военное формирование с правоохранительными функциями решили воссоздать. В украинском доме было совещание. Сотники из самообороны говорили, что нужно дальше защищать государство и действовать официально, чтобы получить оружие, патроны, обеспечение, чтобы вести борьбу. Тогдашний секретарь СНБО Андрей Поруби предложил воссоздать Нацгвардию. 13 марта закон утвердили в парламенте. Уже на следующий день бойцы отправились на учения. На полигоне под Киевом первых полтысячи нацгвардейцев обучили азам рукопашного боя, стрельбы и тактической медицины. Меньше чем через месяц они поехали на Донбасс. Бойцы вспоминают, их командир генерал Сергей Кульчицкий шутил. Морально готовы на 100%, теоретически и физически процентов на 5. Насколько я понимаю, тогда нам боялись выдавать оружие. Первый раз мы получили его в Павлограде. Нас поставили на блокпосты между Донецкой и Днепропетровской областями, чтобы посмотреть, что мы можем. Уже там машины приходилось останавливать автоматными очередями, потому что они ехали на пролом. И это было гораздо серьезнее, чем простое несение службы. А 2 мая мы поехали под Славянск. Славянск, Красный Лиман, Гебальцево, Мироновское, Станица Луганская, Бахмут, Попасное, Углегорск, Маринка, Авдеевка. Такой боевой путь прошли нацгвардейцы. Сейчас в Национальной гвардии важно то, что почти все офицеры прошли зону боевых действий. У всех есть опыт. Мы стараемся передать его военным, только подписавшим контракт. Они прислушиваются к нам, им интересно. Сейчас Национальная гвардия Украины – это 60 тысяч военнослужащих. Значительная часть из них провели на фронте более двух лет, помогая еще не окрепшей армии в самый сложный период. Теперь нацгвардейцы выполняют свои непосредственные задачи, как внутренние войска. Я не военный и военным никогда не был. Я занимаюсь этим делом, потому что нужно. И пока мои парни здесь, я тоже буду здесь с ними. Я вижу, что могу принести еще большую пользу своему батальону, Национальной гвардии и Украине. Мне есть чему научить парней. Мне не нравится служить в Национальной гвардии. Служить в Национальной гвардии. Здесь человек работает над собой, постоянно совершенствуется, ставит цели и добивается их. Любовь Задорожная, Ярослав Матиш, ЮАИ-ТВИ. Программу сотрудничества с НАТО на текущий год президент Украины Петр Порошенко подпишет на этой неделе. Об этом в Киеве сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ивана Климпуш-Цинцадзе. По ее словам, в новом документе больше заданий по реализации реформ. В частности, заложено создание национальной системы предупреждения и реагирования на угрозы нацбезопасности. Также системы ГОС, гарантирование качества оборонной продукции. Программу сотрудничества с Альянсом планируют представить в среду в Брюсселе на заседании комиссии «Украина-НАТО». Относительно нашего вступления в НАТО – это долгосрочное задание. А значит, мы должны максимально сосредоточиться на проведении внутренних реформ. Не только в сфере безопасности и обороны, но и в других секторах, которые сделают нас совместимыми со странами-членами Альянса не только в военном плане, но и в демократическом смысле. С точки зрения верховенства права, рыночной экономики и защиты прав человека. Когда мы почувствуем, что готовы, начнем активно стучаться в эти двери. Под контрольной Россией Киевский райсуд Симферополя отклонил жалобу адвоката Эмилия Курбединова. Защитник пожаловался на бездействие Следственного комитета России относительно его запросов по делу о похищении в 2016 году крымско-татарского активиста Эрвина Ибрагимова. Об этом адвокат рассказал в комментарии UATV. По словам Курбединова, в ходе судебного заседания следователь заявил, уголовное дело приостановлено. Также были представлены документы, что адвокат якобы получил все ответы на свои вопросы. Эмиль Курбединов это опровергает. Это были отказы. Мне удалось их получить только в суде, так получается. Я считаю, что судья неправомерно отказал, потому что следствие не представило ни одного доказательства, что они, помимо того, что составили эти ответы, еще и отправляли мне их. Так они их отправляли. И нет у них ни одного доказательства того, что я их вообще получал. Следствие следствие, что мы вам отказываем. Дело приостановлено, а поэтому мы не можем сейчас рассмотреть ваши заявления и так далее. Члены исполкома Всемирного конгресса крымских татар Эрвина Ибрагимова неизвестные похитили в мае 2016 года в Бахчисарае. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как два человека в форме российских дорожных инспекторов остановила машину Ибрагимова и затащила его в свой микроавтобус. Крымская правозащитная группа предполагает, что похищение было совершено российскими спецслужбами или подконтрольными им преступными группировками. О насильственных исчезновениях крымчан на аннексированном полуострове говорили сегодня и в Киеве. Акцию под названием «Лебединое озеро» возле посольства России провели активисты крымской правозащитной группы. По их данным, с момента аннексии полуострова исчезли 44 крымчанина. Домой вернулись 17 человек. А еще 16 до сих пор считаются пропавшими без вести. Шестерых нашли мертвыми. Двое незаконно находятся в местах лишения свободы. Ответственность граждан Украины в участии в таких акциях, она очень важна. Нужно сюда приходить тысячами, чтобы террористы, сидящие вот в таких зданиях, которые убивают, похищают, сажают наших граждан, чтобы они знали, что уже другой этап борьбы наступает, когда каждый гражданин Украины будет спрашивать этих подлецов за наших граждан. Этот перформанс посвящен тому, что на территории Крыма стараются не видеть того, что происходит, стараются не видеть того, что происходит на полуострове и на территории Российской Федерации. И учитывая это лебединое озеро, которое включали всегда во время знаковых событий в Советском Союзе. Более ста следователей и криминалистов Следственного комитета Российской Федерации будут расследовать дело о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. В результате происшествия 64 человека погибли, 52 ранены. Еще шестерых людей до сих пор не нашли. В области объявлен трехдневный траур. Среди возможных причин возгорания – неисправная электропроводка или неосторожное обращение детей с огнем. По данным следователей, в начале пожара охранник центра отключил систему повещения, а пожарные выходы были заблокированы. Чтобы спастись, люди выпрыгивали из окон. Торговый центр загорелся в воскресенье днем. Огонь тушили более 17 часов. Очаг возгорания находился на четвертом этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Украина усилит борьбу с контрабандой благодаря новым подразделениям. Одно из них начало работу в главном аэропорту «Борисполь». Создано оно в рамках глобальной программы по контролю за контейнерными перевозками под эгидой ООН. Участники программы с помощью новейшего оборудования, пользуясь доступом к национальным и международным базам данных, вместе будут бороться с незаконным перемещением грузов. Цель программы заключается в предоставлении помощи государствам относительно предотвращений и противодействия преступным группировкам, незаконно использовать контейнеры для перевозки наркотиков, оружия, фальсифицированных товаров и другой незаконной деятельности. Мы уже видели результаты работы такого подразделения в Одессе, поэтому благодаря сотрудничеству со всемирной таможенной организацией мы надеемся в дальнейшем повышать уровень профессионализма сотрудников подразделения и рассчитываем, что результаты по задержанию незаконных товаров будут увеличиваться. Четыре новых изобретения, чтобы улучшить жизнь в городе, родились на Хакатоне стартап-уикенд IT Teens в Киеве. Ученики инженерных школ объединились с командой и в течение двух с половиной дней разрабатывали стартапы от идеи до презентации, бизнес-плана и рабочего макета. Какие проекты представили украинские школьники, расскажет моя коллега Юлия Кричкова. Саша учится в восьмом классе, но уже решил связать свою жизнь с компьютерными технологиями. Он знает несколько языков программирования и учится администрированию сетей. А еще может составить бизнес-модель техно-стартапа и презентовать ее потенциальному инвестору. На этом Хакатоне он и еще трое его коллег придумали совершенно новую схему многоразового использования канализационной воды в многоэтажках. Например, сосед покупался и та же самая система. Вода идет в ваше хранилище, проходя фильтр. Набралась вода до точек уровня воды и она сливается в канализацию, где стоит LiquidPipe-система. Свои проекты от идеи до запуска прототипа школьники реализовали за два с половиной дня. Рамки такие же жесткие, как на взрослых Хакатонах. Работали под руководством опытных менторов. Презентовали проекты перед международными представителями IT и бизнеса на английском языке. Тема этого Хакатона – смарт-сити, умный город. Два проекта из четырех призваны решить проблему с парковкой. Одна из команд создала мобильное приложение, которое позволяет водителю заранее выбрать себе место, где оставить автомобиль. Самые младшие участники Хакатона предложили использовать технологичные столбы для борьбы с нарушителями. Эти столбы будут стоять, никому не мешать парковаться. Но у них есть датчики, которые будут засекать их парковку и дальше отсылать в специальные службы сообщения насчет того, что вот несанкционированная парковка, сделайте кто-то с ними. На конкурсе учили школьников создавать не только технические решения, но и продающийся привлекательный продукт. Мы являемся страной хорошего технического таланта, но с продуктовой составляющей, с тем, для чего мы делаем прототип, но не технологический, а именно для клиентского теста, для валидации идеи. Вот с этим у нас пока не так хорошо, как с технической части. Если подростки могут кодить, могут прототипировать, то почему бы не подумать в это же время сразу, не отходя далеко о продукте. Хакатон провели как часть глобальной программы Techstars Startup Weekend. Эти конкурсы стартапов проводят в 140 странах мира. Юлия Крючкова, Дмитрий Борщ, UATV. Ну что ж, возможно, когда эти ребята подрастут, украинские города начнут стремительно меняться. Поживем-увидим. В любом случае, новости всегда будут появляться на нашем сайте uatv.ua. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Завтра будут другие новости. Встречаемся с вами в этой студии в 9 часов утра по киевскому времени. Хорошего вечера. До встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова